Марк, насколько успех ультраправых в Германии и Франции может повлиять через эти страны на общую политику ЕС к Украине? Одно дело, когда палки в колеса вставляет верненький, другое – эти тяжеловесы. Ну, уместный вопрос. Все-таки, несмотря на относительный, я бы сказал, ограниченный успех этих партий, в частности, Германия – это АДГ, альтернатива для Германии, или там левый Вагенкнефт, в каких-то из земель одержали победу, создали, видимо, создадут коалиционные или моноправительства в этих землях, действительно, имеют большинство в этих земельных парламентах, пока они серьезно и решающим, я бы сказал, образом не влияют на политику. Это антиукраинские партии, это пророссийские марионеточные, зачастую, партии, конечно. Но суммируется ли эта угроза? На этих уровнях пока нет, хотя это звонок, поскольку это, сранно, демократические, о том, какими будут выборы в парламенты, а может быть, и на посты президентов, там, где это президентские республики, или же, так сказать, те, кто будут формировать правительство, если это парламентские республики, и опасность эта есть, она существенна, потому что это тенденция. И эта тенденция не только естественная, но и искусственная, а это соединение двух факторов, когда действительно строение в Европе меняется в эту сторону, а дополнительно еще они стимулируются из Москвы коррумпированием или установлением соответствующих связей между марионеточными партиями такого рода и их спонсорами из Москвы. И это может влиять. Может влиять. Вы скажете, как? А вот так. Вот, например, во Франции, вы знаете, были досрочные выборы по результатам итогов, по итогам выборов представителей Франции в Европарламент, были проведены досрочные выборы в Национальное собрание, и там, в общем, партии проукраинские имеют сопоставимый вес с теми, кто выступает с критикой политики руководства Франции, президента Франции, правительства, сейчас оно сменилось, в пользу Украины. Понимаете? Это тоже может, сейчас еще нет, но может привести к итогам следующих выборов, если это будут парламентские или президентские выборы, потому что уже уходящий Макрон, придерживающий этой линии, может быть сменен кем-то, кто придерживается критической, скептической в отношении поддержки Украины. Тактики, может ли это быть Мари Липен или кто-то из ее сменщиков, нельзя исключать. Вообще нельзя исключать. И с этой точки зрения, да, это сигнал, нужно менять что-то в политике этих правительств и стран, потому что, наверное, надо сильнее бороться с московским влиянием, просто его запрещать, понимаете? Партии не запретишь, но вот финансирование всех этих групп, всех этих политических объединений, это задача, в общем, власти в этих странах, потому что не секрет, что они ведут свои кампании на деньги Москвы, Москва щедро это все спонсирует. Это конкретные факты, это не какие-то домыслы. По поводу этого целое дело уголовного вознагражденного в отношении Мари Липен, если вы знаете, по ее финансированию, она кредит-дела у банка близкого с Москвой, там хоть парижский или какой-то, я не помню, банк, 35 миллионов долларов в евро. Так что это не абстрактные вещи, это предельно конкретные. Да, они зачастую ничем не кончаются для этих политиков, но это все-таки создает известные препятствия для того, чтобы Москва свободно коррумпировала политические силы внутри Европы, для того, чтобы пытаться контролировать, влиять на политику Европейского Союза через эти политические изменения. Поэтому это с одной стороны, с другой, понимаете как, ну нужно быстрее дело заканчивать, вот чего. В Украине тоже не надо тянуть, вот на это можно бесконечно тянуть, и действительно рано или поздно когда-нибудь что-то еще изменится. Уйдут одни политики, придут другие, как они тебя будут вести, неизвестно. Процесс этой эрозии, он в общем, хоть и медленно, но идет. В той же Словакии, вы помните, сменилось проукраинское правительство на Фиццо, главу правительства Фиццо, на котором не так давно было покушение. И это тоже свидетельство того, что такие вещи могут происходить. В демократических странах свободные выборы формируют власть, и могут влиять совершенно разные аспекты. То есть преимущественно это могут быть экономические вопросы, паразитируя на которых, к власти могут приходить, социальные, миграционные, другие, могут приходить антиукраинские и промосковские силы. Они не считают это приоритетом в своих программах, а вот когда они уже у власти находятся, вдруг выясняется, что какие-то там бизнесмены, как этот Фиццо, какие-то связи с Москвой и так далее, и он вдруг радикально меняет вектор, меняет позицию правительства, политические силы, пришедшие к власти для того, чтобы действовать вопреки интересам и самой этой страны, и Европейского Союза, и в пользу Москвы. Что часто бывает, ну, несколько неожиданно, я бы сказал, да? Несколько неожиданно. Так что эти вещи все, конечно, должны подчиняться известному контролю, обеспечению безопасности политической и всякой другой. И если эти усилия концентрированы, будут приложены, то шанс на то, что эта тенденция не возобладает, есть. Но пока на сегодня в Европе, я могу свидетельствовать, как человек, живущий в Европе, политика эта выражена слабо. Понимаете? Что называется, борются с последствиями, а не с первопричинами. Хотя, когда хотят, концентрируют усилия в невероятном масштабе, как это было в случае с Олимпиадой в Париже. Не допустили ни терактов, ничего-то, хотя предпосылки для них были. Какое-то количество людей просто щеманули, понимаете? Их просто-напросто взяли заранее, как бы, и не дали возможности им реализовать свои какие-то преступные намерения. Жизнь с перцем. Такой ник у нашего зрителя. Здравствуйте, Марк. Как вы относитесь к идее венчать Путина Владимира Владимировича на царство? Ну, так с иронией, честно, пишешь. Поскольку цареубийство – очень славная российская традиция. А цареубийство не зависит от того, царен или нет. Знаете, это же не про титул. Это про, собственно, избавление. Готов ли вообще русский народ? Вот. Цареубийство – это действительно традиция. Но и на роднице было другое. Сейчас прожижился сильно, понимаете? Был героизм в почете. А сейчас-то что? Обывательщина, понимаете? Гедонизм, наслаждение непонятно чем и так далее. Это не столько от царей зависит, сколько от народа. Вот народ другой, изменился сильно. Кстати, власть это прекрасно осознает. Ему хоть царя, хоть вождя, правда, хоть нацлидера, хоть кого хочешь, понимаете? Народ ничего не возмутится и вряд ли что-то сделает. Вот так вот сложились обстоятельства. Самым не лучшим образом для русских людей, для русской истории. Поэтому здесь не вопрос традиции, вопрос готовности, в принципе, к сопротивлению как такового. Мы его не обнаруживаем. Вот часто среди оппозиции идут споры относительно, можно ли возлагать ответственность за непротивление на русский народ в целом, целиком. За то, что они не сопротивляются ужасу, который творится в России. Ну, они могут и не считать, кстати, кто-то ужасом. Большинство не считает. Их все устраивает. А ведь вопрос-то ведь этот уместный, он в том состоит, что если люди не готовы к сопротивлению, то не очень понятно, почему со стороны оно должно возникнуть. И внушить людям, что они живут не так, что им нужно с этим бороться и так далее. На самом деле ни у кого никогда это не получалось. У нас в русской традиции политическая эмиграция никогда не обладала такой степенью популярности и таким влиянием, что заставить людей что-то изменить в своей жизни и пойти против власти с риском, безусловно, и так далее. Никогда такого не было, понимаете? За границей настолько не влияло. Единственный позитивный опыт – это Ленин, но он другими причинами объясняется. Ленин на хорошо унавоженную почву пришел. Он не с царизмом боролся, а вообще говоря, с демократией. Потому что Октябрьский переворот стал возможным только после февраля в 1917 году. Еще неизвестно, как бы сложилась и какову бы роль сыграли большевики в феврале 1917. Тогда их влияние было ничтожным. Ничтожным. Сам Ленин писал по поводу педагогической энциклопедии, которой он пытался заработать денег, живя в Швейцарии, в Женеве, вместе со своей женой Крупской. Писал в письме, чтобы ему дали этот контракт. И писал, что если не будет этого, то пооколеваем. Денежки любил. Нужны денежки были. Не хватало. Но надо сказать, что он был достаточно человек, несмотря на всякие увлечения. Он посещал публичные дома. Он любил женщин. Тем не менее, Владимир Ильич был аскетичный человек. Мог себе позволить ограниченно жить. Но даже он в канун революции знал, что он в конце года станет единоличным диктатором практически. Председатель Совнаркома. Писал, что поклеваем. О, колеваем. Так что, возвращаясь к вопросу того, в традициях ли убийства, цареубийства, кстати сказать, в Ленина стрелял Каплан. То есть это не только царей подстреливали, но и фигуры другого масштаба, с другим наполнением. Традиция-то она существовала. Но я считаю, что она исчерпалась. Мы ее не обнаруживаем. Вот так, чтобы серьезно грозило бы очередному диктатору, царем, он себя назовет, или кем бы то ни было, какой-то финал такой. В общем, сейчас мы этого не видим. Предпосылки к этому не идти. Так, давайте поедем дальше. Мы уже 23 минуты в эфире. Пишите, если вдруг связь ухудшается, вы что видите и так далее. Света Вишенка. Марк, вы считаете себя гедонистом? Ну, какой из меня гедонист вишенка? Ну, какой вы посмотрите. Вся моя жизнь сплошная мука. Так что нет, с гедонизмом она вряд ли связана. Слава спрашивает. Марк, остается ли у стран Запада ресурс воздействия на Иран, или он продолжит поставлять оружие РФ и террористическим группировкам, а также поддерживать их финансово? Слава, ну так всегда же есть этот ресурс. Разбомбить в Иране эти заводы. Этот ресурс, он в руках. Это же не какой-то надо специально создавать ресурс. Если речь идет о политическом ресурсе, его нет. Такого 79-го года нет. С момента революции, исламской революции в Иране. В швейцкой революции нет этого ресурса. Ресурс военный, так вот, в избытке есть у всех стран Запада, у Израиля, у всех остальных. Нужна консолидация усилий и ясность целей. Для чего это делается. Например, цель не допустить обладание Ираном ядерным оружием, хорошая, уважаемая цель. Стоит ради нее разбомбить в Иране военные объекты? Конечно. Конечно, есть такая логика. Она справедлива, уместна, более чем. Решимости нет. Разжижился Запад. Я все время задаю такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, был бы такой Иран с такими агрессивными намерениями по отношению к западному миру, к его союзникам на Ближнем Востоке при Езенхавере? Ну, как бы простой вопрос. Ну, и при Трумэне. Вы можете представить Иран при Трумэне? Что бы от того Ирана бы осталось? Ну, вот что бы осталось? То есть проблемы не в обладании средствами, ресурсами. Да они есть. А проблемы в решимости. Мир изменился, да. Он в чем-то изменился в более гуманистическую сторону. С одной стороны. Но при церковном Западе гуманизм, неважно, как понятый, ложный или правильно понятый, он стал доминирующей концепцией взаимоотношений общества-государства, индивидууму общества, общества индивидуумы и государства и так далее. А вот по отношению к враждебному миру, который ставит собой цель уничтожения этого самого цивилизованного мира, таким странам, как Иран, вот изменилось что-то? Конечно. Понизилась степень этого давления, степень угрозы со стороны Запада. Смотри, у меня есть ли чё. А может ли мир жить без этой палки, без этого кнута? Как выяснилось в 21 веке? Нет. Всегда должен быть околотошный, который обходит территорию и не позволяет кому-то шалить. Вот всегда говорилось, что Америка – мировой жандарм. Ну, какой он, жандарм-то? Жандарм, который ходит даже без дубинки и только говорит, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, так это же не работает. И по отношению не только к Ирану, к Северной Корее, ряд других стран, которые позволяют себе этот мир расшатывать. Есть ли средства для того, чтобы их угомонить? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Но цена в поведенном мире расхода нечеловеческой жизни она возросла неимоверно по отношению к самим себе. Позволить риски, что могут погибнуть люди, живущие на этом самом благословенном Западе, в угоду тем политическим задачам, глобальным задачам, которые ставятся, ну, стала, в общем, неприподъемная эта цена. Нельзя допустить, чтобы солдаты американские, европейские, нельзя допустить, чтобы гражданское население пострадало. Да просто стали жертвами терактов. А оно, кстати, все равно происходит. Количественно показатели, ведь в этом смысле, не снизились. Вот, посмотрите, хладнокровно убили шестерых заложников, Хамас убил. Ну, и что? Я помню такие истории в 70-х годах. То же самое было. В тех же масштабах, тем же цинизмом. Еще недавно гремел ИГИЛ, который там публично эти казни осуществлял, мы это видели. Кого сжигали, кому отрезали головы и так далее. Мир не стал безопаснее, понимаете? Отношение к безопасности изменилось, отношение к ее обеспечению изменилось, а там мир безопаснее не стал. Иллюзий по этому поводу много, понимаете? Иллюзий очень много. Поэтому, да, при желании эти ресурсы, эти средства есть. Употребить их Запад может. Будут ли они эффективны? Ну, конечно, насколько технологически и военным отношения Запад развит, настолько эти ресурсы эффективны. Ну, это же очевидно, это на прямой связи имеет. Конкретно, в чем это выражается? Ну, в том, что могут быть разбомблены все заводы иранские ракетами и так далее. Да, да. Ну, Иран же может запустить ракеты, а в чем в отношении Ирана нельзя запустить ракеты? Ну, так же, в том же масштабе, как это Иран сделал в отношении в апреле, в отношении Израиля, ну, там, не достиг цели, которые ставил. Ну, можно это сделать. Нет решимости. Возможно, это связано сейчас с выборами, то и дело уговаривает Иран не отвечать на то, на это, ну, в частности, на убийство главы Политбюро Хамас, вот, Хания, которого в Тегеране убили. Я тут, извините, ошибся в эфире, сказал, что на него было покушение, когда ему противоядие привозили. Я действительно ошибся, я признаю, я заговариваюсь иногда. У меня, так сказать, слишком много в голове приходится удерживать, так что это такой вопрос, который, ну, что сказать, бывает. Я оговариваюсь, не относитесь к этому серьезной, снисходительной. Вот. Но, тем не менее, вопрос не снимается, вопрос решимости, кто будет у власти. Безусловно, как бы мы не относились к Дональду Трампу, я знаю, здесь есть его сторонники, есть его противники, конечно, Дональд Трамп бы такой удар бы осуществил. При нем, кстати, убили Сулеймани. Думаю, что с его командой это было сделано. Он бы мог такой приказ отдать и иранскую проблему решить. Вне зависимости по всем другим аспектам и вопросам. Сейчас все украине, но да, 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 да. В отношении Трампа это определено, потому что это его приоритет. Будет ли это приоритетом других политиков, той же Камалы Харис, я этого не знаю. Обстоятельно могут вынудить, а могут не вынудить. Так что здесь от степени угрозы будет зависеть ответ, насколько он будет эффективный и адекватный. Света Вишенка, Марка Запад понимает, что Москва это центр мирового зла и террория. Конечно, понимает. Иллюзии никто не питает. Проблема именно в понимании, а не в том, что понимание это есть, а из этого не перекидывается мостик к решающим действиям. Вот и все. Я уже сказал. Ну, вот, например, непредоставление возможности Пентагоном бить глубь территории России, стране, Украине, оккупации, воюет, стоит в состоянии войны с Россией и так далее. Это что? Решимость или это осторожность? Или это избежание рисков? И то, и другое, и третье. Решимости недостаточно, несмотря на то, что все-таки Украина поддерживается Вашингтоном и союзниками. Тем не менее, этого явно недостаточно прекратить войну. Не с целью эскалации. Продолжен заключается в том, что Западу проще думать, что любые возможности предоставляемой Украине ведут к эскалации. Ничего подобного. Ничего подобного. Предоставление всех возможностей ведет к прекращению войны. Вот обладание ядерным оружием Украины ведет к прекращению войны или нет? Давайте зададим с таким риторическим вопросом. Да или нет? Одни ответы, да нет, конечно, к эскалации. Москва, зная, что у Украины есть ядерная бомба, кинут ее на Киев. А мне сдается, что они этого не сделают. Они наоборот, поняв, что будет ответный удар ядерным оружием, то, чего они боятся, начинать войну с Западом, поскольку получат такой же ответ обратно. Они испугаются и того же самого со стороны Украины. Было бы у Украины, например, ядерное оружие, не было бы Будапешт-Кемиран, боялась бы Москва напасть на Украину, стала бы она так рисковать, начиная конвенциональными средствами операцию против Украины. Я уверен, что не начала бы. Если бы у Украины было ядерное оружие, она была бы страной, принадлежащей к ядерному клубу, Лакмус. Татьяна Родионова, Марк Захарович, планируете ли вы политическую карьеру на территории свободной от путинского режима? Как я понимаю, Россия имеется в виду. Уважаемая Таня, смотрите, я уже на этот вопрос много раз говорил, но я еще нужно, повторю снова. Карьера нужна не мне. Понимаете, в 53 года мне карьера не нужна. Больше это треволнение меня не беспокоит. То, что я делаю, я делаю исходя из своих убеждений. Мне гораздо комфортнее влиять на ум и настроение людей. И считаю эту миссию гораздо более важной, чем занимать какие-то клетки в будущей российской системе политической. Я не очень верю, что это такое возможно, но, тем не менее, это нужно самим людям там, в России. Это вот они должны меня просить. Займись, пожалуйста, политической карьерой. Вот возьми и сделай что-то нам, чтобы нам облегчить изменить жизнь от той, которой мы живем. А если людям это не надо, то таким, как Фегин, это недавно не надо подал. Не надо никому себя навязывать. Понимаете? А мне это зачем? Ну, вот все время я слышу попреки, а вот ты там на западе устроился. Ну, конечно, устроился. И не мог не устроиться. Не мог не устроиться, потому что я обладаю всеми теми качествами, которые позволяют мне, будучи самодостаточным человеком, чувствовать себя благополучно. Я не богат, я не не востребован слишком сильно. Так мне это и не надо. Я себя обеспечиваю, я самодостаточен, мне все, что нужно, есть, поэтому необходимости прыгать из штанов сильнее, чем есть, нет. Я вот то и дело слышу в среде российской области, вот когда мы вернемся, поучаствуем в выборах, да не вернете, выборов не будет. Власть вот так не переменит, что вдруг не возьмись ниоткуда, Путин исчез, и начались свободные выборы, и кто-то уже думает о политических программах о репутациях. Вы серьезно? Вы больные, что ли? Какие выборы? Где это в России когда-то были выборы? Ну, нужно знать хорошо политическую историю, а вот востребованность в том его смысле, что русские, они обязательно со всей территории, не обязательно со всей России, вдруг поймут, что живем-то не так, нам надо все поменять, нам надо устроить жизнь по-другому, и политическую систему, и экономику, и права человека, и взаимоотношения с Западом, и взаимоотношения с Украиной, может это будет кусочек не всей России, скажите, а кто вот нам бы подошел бы, вот как бы вот так бы сделать, чтобы правильные люди заняли правильные клетки, и как бы нам обеспечили эту будущую жизнь? Ну да, может быть, на коротком отрезке, почему нет? С учетом всего того, что делалось прежде с моим бэкграундом, и что могло бы быть сделано в будущем, наверное, можно чем-то помочь. А вот так, знаете, брать на себя ответственность, обязанность, куда-то лезть, уговаривать, говорить, я такой хороший, вы меня выберите, возьмите, используйте, нет, 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 это не надо, это вообще не надо, совершенно. Время для этого прошло, это вот так было в 90-х годах, ты хотел быть лучше, рассказать о том, как ты можешь много сделать, и тогда-то не более большой был спрос, уж что уж там уж, знаете, любой болтун, любая скотина, извращенец, имел гораздо больше популярность, а проверники меня, ну, если вы-то не из России пишите, Разве не так? Любой пидорак был спросом пользовался больше, чем нормальный чувак. Я тому свидетель. Забалтывал, дурака валял, обещал все на свете, три короба. А рыжки развесились в туши, и слушают, и выбирают, там еще что-то, ходят за него. Да и сейчас отчасти так же, но так выборов нет. Поэтому на самом деле, строить политическую карьеру ради политической карьеры, я вообще не вижу смысла. Есть масса занятий, которые приносят гораздо больше удовольствия. Я вон и так весь седой. Понимаете, всю жизнь занимался черт знает чем. Поэтому на самом деле, я своего будущего не рисую никак, не планирую, просто живу. Занимаюсь то, что мне близко. И расширяю сферу своих занятий, не только политикой, общественно значимой деятельностью, блогерством. Я занимаюсь еще и отчасти, так сказать, и культурными всякими проектами, и проектами информационными, и проектами цифровыми, и так далее. Поэтому мне будет чем заняться. Я без дела не останусь. А вот если люди захотят, чтобы такая карьера политическая была в лице моем, да, ну, это их усилие, это их необходимость. Моя. Вторым образом. Ну, хорошо, можем подумать. Так, поехали дальше. Алла Баранилова. Такой ник Марк. До какой области должны дойти за ЦУ, чтобы русские прозрели? А нет такого географической точки, понимаете, Анна? Алла, извините, извините, Алла. Нет такой точки. Ну, я также раньше думал, что если, например, войдут в Крым, то русские прозреют. Ну, я заблуждался по этому. Ну, небольшое заблуждение. Многие тут как бы считали, что, ну, это же такое мифологическое место, оно же как бы должно сыграть на сознании. Ну, простая схема, так сказать. Если сейчас взять Крым, то за что мы воевали? Что мы сидим в окопах? Давайте убьем всех, кто в Кремле, и нам не надо ни подыхать, ни убивать украинцев. Вообще хорошо бы уж будет. Ну, логика линейная, понимаете? А она там не линейная. Она там не линейная. Человек продолжает сидеть там, знаешь, ждать дроны, и в певи дроны, и говорить, ну, а что же, все так и я. Куда Илья, туда и я, как бы, у ним писал, понимаете? Ну, как бы, вот все. Ну, и что за логика такая? Не изменить судьбу, а подчиниться ей. И русские, вот им сейчас, вот Путин сказал, да неважно, говорит, что они в Курскую область зашли. Ну, понятно, почему он так говорит. Мы продолжим свое направление военное именно на Покровск, на других участках фронта. Это они отвлечь, нас хотят, чтобы мы перекинули силы, а мы этого делать не будем. А если до Покровска не дойдешь? А территория российская уже оккупирована, 1200 километров Курской области. Но он внушает эту логику и русским тоже, и самим обывателям. Ну, я вот вижу, я слышу, что они так же начинают рассуждать. Ну, и что, что? А мы вот отвернемся, как будто ничего не знаем, ничего этого нет. В Курской области. Ну, сидят там войска в СУ и так далее. А если бы это был сам Курск, 500 километров до Москвы. Знаете, еще ближе какая-нибудь, в Рязанской области. Так что, вот ответить твердо нельзя. И еще у этого есть одно объяснение. А что толку? Ну, русский может испытывать фрустрацию в связи с тем, что на территории России сидят, находятся войска иностранного государства, в частности, вооруженные силы Украины. Вот. А его спрашивают вообще, русских вообще спрашивают, кто-нибудь на них оглядывается. Кто-нибудь говорит, что, слушайте, а давайте мы вот так делать не будем, потому что русский народ может болезненно среагировать. Кто-нибудь в Кремле вот так говорит? Еще есть хоть что-то отдаленно подобное? Мы не замечали. Мы этого не видим вообще. Поэтому есть основания полагать, что от их отношения и прозрения вообще характер политических решений не меняется. Кремов будет действовать так, как выгодно ему, а прежде всего самому Путину, лично Путину. А не тому, что там власти интересов ее, системе и так далее. Сейчас тет ввелось к персонализации. Путину выгодно, он себя так ведет, он так комментирует. Поэтому я не думаю, что мы вот можем ставить так вопрос, что сознание такое, с которым мы имеем дело, коллективное сознание русского народа, что оно имеет такие точки, которые необратимы с точки зрения его изменения. Ну, то есть получается, а вот это вот все, вот как на суд в храме и все. И вот тут народ поднимется. Мы такого видели за эти годы. И дождайте два с половиной года войны. Ну, что, нормально. Поэтому я не думаю, что это вопрос о географии. Может быть, это какой-то другой вопрос. Может быть, это вопрос о долготерпении. Действительно, русский мужичок там долго терпит, а потом ой-ой-ой. Ну, так в общем считается. Если мы все правильно понимаем в более глубоком смысле того, что происходит с этим сознанием. Может, мы и ошибаемся, может, заблуждаемся. Может, это изменилось. Начиная с русской идеи, когда ее продекларировали. Люди не глупые. Вот. Там была какая-то книга «Русская идея» Николая Булгакова. Философ. Бердяев, извините, Бердяев, конечно. У меня уже все больше в голове сворачивается Николай Бердяев. Бердяев, конечно, Булгакова. Булгакова его не писал. Ну, хотя по этой теме тоже отпутался. Вот. Поэтому на самом деле нет. Мы не можем говорить о географии как измерении состояния мозгов русского человека. Нет. География не влияет. Широк русский человек. Сузить бы, как говорил классик. Сузить бы. Так, поехали дальше. Вот. На экране линза так исправляет твою харю, что кажется, что она в три ряда. Ребята, я гораздо тоньше и звонче. Чем вы думаете? К сожалению, глазок линзы, камеры, она все меняет. У меня такая распущенная рожа. Ну, я и сам-то крокодил. Но, поверьте мне, все гораздо хуже выглядит, чем на самом деле. Понимаете? Я совсем не такой. И те, кто приходили на Бернингмен или на встрече со мной, часто удивляются, что насколько может обманывать глазок камеры. А я всегда говорю, что не это важно. Понимаете? Какой я похудевший пытался. Это вообще второстепенно. Главное то, о чем я говорю. Все остальное вообще не имеет значения. Поверьте мне. Вообще никак. Вообще никак. Так. Вот вопрос. Кубанит. Такой ник. Вопрос Марку. Здравствуйте, Марк. Вопрос по платформе голосования. Сколько человек приняло участия в голосовании? И почему даже ваша аудитория, наверное, элементарные действия очкуют? Знак вопроса. Да, уважаемый Кубанит. Так оно и есть. Люди из России боятся регистрироваться, боятся голосовать, боятся... Там, по-моему, несколько десятков тысяч скачиваний. Я боюсь. Последнюю цифру не знаю. Надо обратиться к программистам, которые ведут, собственно, платформу. Несколько десятков тысяч скачиваний. И голосование тоже в тысячах выражается. Вот с точки зрения политической проекта, голосование провалился. Вот так это можно констатировать, что люди не хотят. Да, большей частью они боятся. Особенно из России. Они просто боятся. Частично это было воздействие, если вы помните, когда я пытался, значит, успеть до выборов президента это осуществить. А мы не смогли, потому что, ну, продолжали делать ее анонимизированной, более безопасной. Не дай бог данные из телефона, людей не уходили. А им рассказывают, что Тегин все относится на Лубенку. Ну, после этого меня на 11 лет приговорили там. Еще там дела какие-то и так далее. И вроде как не с руки стал. Говорит, ну, задача уже выполнена. Надо обмазать говном. Вот, просто насрать везде и так далее. И всех этих людей мы знаем. Все эти Венедиктовы, все эти Солонины. Это за деньги, за интересы их подключили к этой работе. Ни один из них не осужден на 11 лет, как я. Книжками торгует своими, значит, не на агенты от Солонина. А вам вот аудиторию внушили это. И поэтому многие люди просто пугаются. Просто боятся, что думают, ну, мало ли, я вот, может, он не такой, но я лучше остерегусь. Я всегда исходил из чего? Что вот эта платформа для голосования, она нужна-то больше не мне. Она нужна этим людям. У них должны появиться альтернативные возможности для выражения, собственно, политического мнения. Потому что вернулись снова к тому, что, а давайте, давайте в выборах в Мосгордуму примем участие. Сейчас опять они принимают участие в Мосгордуму. Дурили, дурили в марте на выборах, так называемых выборах президента России. Сейчас дурят на местных выборах. Завтра будут снова дурить на выборах в Госдуму и так далее, и так далее. То есть никакого желания внутри русской среды и общественного мнения, и, кстати, российской оппозиции, сформировать на собственных началах под свою ответственность какую-то ответственную власть альтернативную, каких-то там представителей ее и так далее. Этого запроса нет. Понимаете? Этого запроса нет. Ну, вот что вы с этим будете делать? Ну, его нет. Да, эта платформа несовершенна, а какая есть более совершенна? Какая есть более совершенна? Как выяснить, что за компьютером с той стороны сидит гражданин Российской Федерации, имеющий право голосовать? Ну, я просто не придумал ничего, и наши программисты не придумали ничего, кроме как использовать программу биометрии, которая, ну да, она используется и в других каких-то ресурсах и так далее. Вот, например, на паспортном контроле, в аэропортах. Ничего оригинального особенного нет. Просто она переработана под блокчейн и так далее. А какая другая есть система? Уж сколько мне тут писали? А неважно, давайте просто анонимно голосовать. И тогда все будут голосовать. Ну, кто будет голосовать? На той же сайте, боты будут голосовать? Как вы их проверить? Как вы их верифицируете? Каким образом вы это сделаете? Но, к сожалению, я еще раз повторяю, можно придумать самый идеальный, самый совершенный инструмент, самый безопасный. Но если запроса на него нет, ничего и не будет. Понимаете? Если запроса нет, ну и людям все равно. Хоть самый, ну просто идеальный придумайте программный инструмент, ничего не будет происходить. И вот в случае с этим проектом именно так и случилось. То есть выборы 2024. То есть вы можете скачать эти приложения, можете посетить сайт, все там посмотреть. Но вот с ним происходит именно это. Именно это. Это не значит, что этот продукт не будет востребован в дальнейшем. Это вообще не значит. Мы продолжаем его совершенствовать, мы продолжаем его улучшать. Кстати, тем больше голосований на нем будет, тем он будет совершеннее. Можно избавиться от багов, которые исправдают его. Вы знаете, что программный код этого приложения выложен свободно. То есть любой его может использовать, любой может создать такое приложение. Что такое программный код? Но это для программистов. Вы можете его скачать и то же самое приложение сделать сами для себя. Он открытый. И выяснить, что он там, как работает, действительно ли данные уходят из телефона, не уходит. Программный код позволяет это сделать. Ну да, конечно, это нужно разбираться специалистам. Любой пользователь не может это понять, не может этим разобраться. Но он открытый. Если вы доверяете каким-то программистам, которые это сделали, ну так те мнения, что мы публиковали и видели, они говорят, да, действительно, данные остаются в телефоне. Но даже это не повышает спроса на этот продукт, не повышает интереса, скажем так, для того, чтобы вовлечься во все вот эти альтернативные голосования со стороны потенциальных избирателей. Нет этого. Нет. Ну, что с этим можно сделать? Ждать, пока люди убедятся, что других, прочих, нет решений. Все, больше никакого варианта нет. Мне нечего больше людям предложить. Они хотели, мы им предложили. А дальше уже их решение. Вот и все. Посмотрим, как дальше будет эта ситуация. Я не считаю, что она терминальная, еще может все измениться, но так, как есть. Так. Сейчас у меня пролетели ряд вопросов. Сейчас я поищу, поищу. А, вон, интересный вопрос, Элвис Пресли. Лично, наверное. Марк, если хоть какая-то только правда того, что вменяет в некоторых кругах народных определяемых хабадов. Ну, это старая версия о том, что всем управляют евреи, хабад любаевского рэбби организации. Это бред полнейший. По одной простой причине. Хабад не распространяет вовне своего влияния. Знаете почему? Потому что в иудаизме запрещен празилитизм. То есть нельзя делать новых евреев. Это запрещено. Евреям надо родиться. Нельзя, так сказать, сделать евреями русских. Понимаете, это запрещено. Зачем хабаду распытаить свое влияние на потенциальную пастуу? Миссионерский, христианство, ислам, да. У евреев нет. Евреями становиться нельзя. А прият, ну, слушайте, это умозрительный вопрос больше конспирологический. Кому нравится, верят в то, что инопланетяне влияют. Кому-то нравится верить, что хабад любопедческого рэби влияет. Кому-то нравится думать, что есть масонское мировое правительство. Совершенно не обязательно состоящие из евреев. Вот, и так далее. Это уже вопрос вкусовой. Но с точки зрения исторического объяснения, это глупость полная. Не стоит верьте уже в 21 веке в такую чушь. Евреи имеют не большее влияние, чем любые другие влиятельные планетарные группы. Не более. Финансовое влияние, не любое другое. Поэтому, когда я слышал, когда какой-то там хабад, все в нем состоят, и Путин тайный еврей, рассчитан на круглых идиотов. На круглых идиотов. Мне казалось, что эти времена прошли, но, оказывается, есть кто-то, кто в это еще под этим подписывается. Так, так, не все, конечно, вижу, не на все могу ответить, потому что не ухватываем. Так, 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 сейчас, извините за паузу. Ну, и у нас технически с эфиром тоже не все здорово, но как есть. А, вот, Hair Family. Ну, пусть так, такой ник. Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, Навальную насчет недопустимости развала РФ на отдельной республике. Ну, окей, я, так сказать, где-то даже в интервью по этому поводу выразил свою позицию. Надо еще раз сказать, что Юлия Навальевна исключительный человек. Давайте это отдельно. Она просто героическая жена покойного Алексея Навального. Это вообще не отменяет одно другого. Вот так же, как и Харамурза и Яшин, героические люди, которые храбростью своей действительно заслужат величайшего уважения. Но давайте это отделим. Потому что политическая дискуссия, это не смотрит на источник выражения этих позиций. Мы обсуждаем дискутабельно позиции сторон. Я глубоко убежден, что вопрос о развале, и так как он интерпретирован Юлией Навальной, а как вообще можно вопрос о развале, если уж его поднимать, как этому можно препятствовать? Ну, мне просто интересно, насколько Юлия Навальная или ее сторонники, или те, кто придерживается ее позиции, могут повлиять на недопустимость распада. Ну, мне просто интересно. Я задаю риторический вопрос. Как вы можете повлиять? Вот на Курскую область, на 1200 квадратных километров в Курской области, которые оккупированы Украиной, вынуждены, потому что на Украину напали, оккупировали ее территорию, она ведет войну на территорию Российской Федерации. Как вы можете на это повлиять? Ой, пожалуйста, вы знаете, вот это чревато развалом России. Пожалуйста, уважаемые войска, вооруженные силы Украины, уйдите от территории Курской области и суджи. Как повлиять? Или, например, Путину сказать, товарищ Путин, вот вы такая сволочь, но вы вот начали войну и как бы довели Россию до того, что ее все ненавидят, опоясали санкциями и последствия войны будут сказаны в десятилетиях. Вы можете прекратить войну и там типа, ну, как бы, чтобы это не привело к развалу России? Как те, кто заявляет о недопустимости развала, могут на это повлиять? Твоя позиция, кем она будет услышана, Путином или кем? Или теми центробежными элитами в автономиях, которые, в общем, уже сейчас размышляют, а стоит ли нам нести ответственность за эту войну, не нами начато. Неважно, девочки, там, на Северном Кавказе, в Сибири, малые народы. А зачем нам нести ответственность? Вот Путин пусть и несет, ну, русский народ, ну, вместе с Путином пусть и несет, а нам-то что? Нам дайте выйти из-под санкции. Мы, Татарстан, например, хотим быть свободными от этой ответственности. Хотят они быть свободными от этой ответственности? Да наверняка хотят. А кто не хочет? Элиты, в принципе, от счастья большого от этой войны не испытывают. Ну, они будут делать то, что им говорят, это понятно. Пока власть не ослабнет, там, вот Путин сдохнет завтра. Ну и что? Они все разбегутся. Все скажут, не-не-не-не. Мы, нет, мы как бы хотим отдельно, у нас там будем выстраивать отношения с Китаем, с Турцией, с Америкой, еще с кем-то, а что нам? Оплатить Даньку за то, что, значит, мы репарации, эту войну начали, а мы ее не начинали сколько-то, а где мы ее начинать? Москва, Кремль принимала решение. Реально ли такой расклад? Более чем, более чем реальность. И что будет делать Юлия Навальевна? Ходить по этим автономиям и говорить, не-не, вы не покидайте Россию, вам херовенько будет, но вы должны помнить, что мы должны все быть вместе. И вам, народам, нельзя быть отдельно от России и от русского народа. Ну, это как бы не кошерно, вообще не кошерно. Это умозрительные рассуждения, исходящие из того, что те, кто их выражает, они влияют на этот процесс. Не влияют они на этот процесс. А в какой-то момент и Путин не будет на него влиять. Он на самом деле лежать не будет влиять. А молодые элиты будут говорить, да чихать мы хотели на это. Не хотим. Хотим по отдельности. У нас богатых хватит, как они говорят. Люди, живущие в Якутии, неважно, в Ханты и так далее, они сидят на богатах. Гази, нефти, алмазах, золоте. Они говорят, что мы не проживем, что проживем. Сейчас это все Москва забирает, а так будет у нас оставаться. Логика же такая. Может, она и абсурдная эта логика, может, она заблуждающаяся логика. Там всегда найдется, кто придет и поэксплуатировать. Но все равно она и есть эта логика. А мне хочется спросить, а вот в девяносто первом году, когда СССР разваливался, не так ли рассуждал союзный руководитель? Они даже эфиреном проверили, между прочим. На территории всей СССР 70% проголосовало против распада СССР. Вы знаете об этом? И ничего, через год это все распало. И что, полгода там, даже меньше. По-моему, весной 1991-го, чтобы они там затевали. И что? Помогло это? Решение, референдумы, позиции власти. Нет. Все развалилось одним подписанием, расчерком пера, и не стало СССР. Исчез. Поэтому разговоры по типу, ну, это те, кто пройдет за развал, это враги России. Ну, так и говорится. А мы должны всемирно препятствовать этому распаду. Я отвечаю, что нет у вас этих сил. Нет у вас этих возможностей. Война, начатая в феврале 2022 года, она перечеркнула любые возможности влиять на этот процесс. Перечеркнула. Вот если завтра Путина не станет, призрачный шанс может и есть, но даже и он настолько призрачный, настолько нереализуемый, что, скорее всего, ослабление любой власти в Кремле приведет к тому, что побегут от России. Побегут. Территории побегут. И, кстати, сказать, не только автономии, не только национальные, нетитульные культуры, общности. Сами русские могут побежать. Вдруг вы замените себя украинцами или там восточными пруссами какие-нибудь в Калининграде. Вы удивитесь, какие процессы будут происходить. Скажите, а как это вы не русские-то? А что, а что? Ну, и вот такие особые поморы какие-то. Карелы и так далее. Так что я бы сказал, что в этом нет смысла в упованиях этих, в постоянных завываниях по поводу недопустимости распада. Не надо на это молиться. Не надо молиться на недопустимость распада. Не надо. Мы такое в 20 веке видели и в 21 увидим. Это объективные законные истории, на которые влиять может только до известной степени. А то, что делается властью русской, так это вообще не влияет в совершенно обратную сторону. Она как раз этому распаду и максимально способствует. Вот и все. И класть в свою жизнь, класть в свои усилия политические ничтожные зачастую. В том числе на то, чтобы этот распад не допустить. Ну, типа, по этой логике. А давайте Путину оставим, тогда распада не будет. Ну, что ж, ну, распад страшнее, чем отсутствие демократии. Так, что ли? Вот не нужно это. Не нужно это закладываться. Будет возможность создать нормальную жизнь на кусочке территории не всей России, а ее осколка. Ну, так и хорошо. А пусть кто-то и останется в Путинской России. Где-нибудь в Азии, в Москве. Ну, и аминь, как говорят. Вот такое мы к этому отношения. Притом, еще раз повторяю, что спорить, дискутировать на эти темы нужно. Обсуждать это нужно. И кто бы их не выражал, каким бы авторитетом он не пользовался, заранее не имеет финального терминального по этому поводу мнения, с которым должны соглашаться все остальные. Давайте дискутировать. Вот и все. Так. Мир полудня. Был бы интересен ваш стрим со Стрелковым Гиркиным. Да, Алексей Навальный вот с ним дискутировал в свое время. Мы подискутируем в ГАГе с удовольствием. На допросе приду, скажу, Гиркин, давай поговорим. Так. Еще, еще вопросы, ребят. Уже про удовольствие спрашивают. Очень обычные. Наркотиков не принимаю, в оргиях участия не принимал. Сейчас это модно обсуждать. Так. Еще, еще. Говорят, что я краски внешне и внутренне. Привеличивайте. Чего уж там. Шрек тоже, кстати, обаятельный. Мне он нравится. Я вот здесь был на Голливудском бульваре. Прям встал на его звезду. Прям тепло пошло. От Шрека пошло тепло. Хорошо, хорошо. Да, тут где-то мелькал вопрос. Или похожий вопрос. Я могу ошибиться. Почему я провожу встречи везде, кроме Украины? Я ведь в Украине в зале в любом мог бы встретиться с людьми. И, наверное, было бы людей кратно больше. Ну, я уже на этот вопрос отвечал. Понимаете, я не могу провести в Украине встречу со своими любимыми зрителями. Потому что это риск. Если в Ахмадед может прилететь ракету, то хоть в Одессе, хоть во Львове, хоть в Киеве. Вы же понимаете. Мы соберемся, они координаты и закидают ракетами, чтобы... Ну, ладно, меня убить-то. Что с меня взять? А, так сказать, людей могут убить. Ну, как я могу так рисковать? Вот как я могу так рисковать? Чьими жизнями я должен рисковать? Понимаете? Так нельзя. Надо быть идиотом клиническим, чтобы не понимать, ну, как война и так далее. Я же бываю в Украине, на хронте бываю, я понимаю, как ракета дура. Как говорил Суворов, пуля дура. Штык молодец. Летит себе и летит. Поэтому, к сожалению, в Украине я провести не могу. Просто по условиям безопасности, чтобы люди не погибли. Ну, вот. А то и бомбу какую-нибудь пронешут. Ну, нельзя просто. Нельзя. Ну, коньится война, хоть 24 часа в сутки. Так. Гатто Бранко, такой у нашего зрителя Ник. Он спрашивает, Марк, прислушивается ли к вашему мнению политики в Европе или Украине? Ну, само собой, что не прислушивается, иначе вообще многое другое было бы. В Украине, может, им и нет необходимости, украинские руководства и само знают, потому что это вопрос войны и мира, а не просто политики и помощи той же Украине или кому-то еще. Вопрос, я бы расширен, он же по-другому виды изменил. А прислушивается вообще к русской оппозиции? Ответ нет. Нет. К русской миграции политической. Нет, не прислушивается. А если вы прислушивались, то когда я говорил еще в 14 году, что война будет масштабная, и что нужно помогать Украине, а лучше принять ее в НАТО, может быть, вот, было бы что-то. Не прислушиваются. И пусть кто вам говорит о том, что они там влияют, они там поехали с кем-то встретиться, я вам вообще с кем-то не встречал. Поверь мне, я вообще с кем-то не встречал. Ну, может быть, там, не с первыми лицами, но лицами, влияющими точно определенную. Нет. Никому не прислушиваются, ничьим мнением не руководствуются, иначе бы все было бы другое, не то что сейчас. Зачем на себя пуху набрасывать? Я не вижу смысла. Я и сейчас, знаете, как часто говорю, пересматривайте мои старые стримы. Ну, много смотреть скучно, но пересматривайте год давности, два года, три года, четыре года давности, пять лет давности. Просто посмотрите, откройте, что там Фейгин-Буробил по поводу Украины, войны Путина, изменения России и так далее. Просто посмотрите, как он говорил, когда начнется война, с какими последствиями. Записывайте прямо, где Фейгин прав, где точен был, где не угадал. И увидите, баланс-то будет в мою сторону. И вот сейчас, когда я говорю какие-то вещи, это же ведь тоже когда-нибудь станет прошлым. Мои прогнозы, мои оценки, моя экспертиза. И тоже можно будет через год, через два, через три пересмотреть, сказать, «А, вот Фейгин, вот сегодня, 8 сентября 24-го года, какие-то вещи ты говорил». Блин, а ведь так оно и есть. Не потому, что я всегда прав, я очень часто ошибаюсь. Я промазываю, да. Но какие-то вещи, самые главные, самые определяющие. Вот в них я почему-то ни разу не ошибся. Ну, прежде всего, в войны и мира вопрос. Прежде всего в них. В зависимости от них власти в России, общества в России. В них-то я вот не ошибся. Вот я оказался точен. Не потому, что я какой-то там провидец. У меня провиденциальный взгляд. Нет, нет. А потому, что я слишком долго жил в России и очень хорошо разбираюсь русской политикой. Очень хорошо. Я очень искушенный человек. И понимаю мотивы, которыми руководствуется за это власть. И понимаю людей, которые в этой власти находятся. И это тоже достигнуто за десятилетия наблюдения за ним. За знаниями, которые я получал. За образованием, которые я тоже получал в России. Понимаете? Вот это все по сумме обеспечило мне это понимание. И если бы эти европейские политики пересмотрели также эти эфиры, ну или мои интервью, или мои заявления какие-то, или мои оценки, которые я давал, то, может быть, они по-другому бы относились. Но, к сожалению, нет. Я помню, когда я в Америку приехал, это был 18-й год, я встречался и с Маккейным, и так далее, и с другими, в Конгрессе. Я, знаете, это был разгар протестов против он во мне Димона. То ли это 17-й год, то ли 18-й. Я сейчас боюсь соврать. Ну, по очередному делу кого-то я обещал. Наверное, Сущенко. И говорил о том, что нужно вести санкции против Медведева. Он в тот момент был премьер-министром Российской Федерации. Я говорю, да как вы что за ней? Такого не будет никогда. Никогда этого не будет, что против премьер-министра вести санкции? Да вы что? Нет. Или я говорю, против пропагандистов. Я уже много раз рассказывал эту историю. Там Симонян, Соловьев, вести санкции. Да вы что, они журналисты. Да, они, может быть, и занимаются программами, но это журналисты, у нас тут не принято первая поправка в Конституцию США. Знаете, как время изменилось? А может, если тогда ввели, может быть, и войны можно было избежать? Нет, не факт, конечно. Нет, я не буду это утверждать. Но, может быть, шанс-то был, если бы речь себя привели в 2014 году, в 2008 году в связи с событиями в Грузии. А может, и сейчас, вот, явно не дотягивает. Может, и сейчас надо повести себя резче, для того, чтобы избежать худших последствий, которые, быть может, в нашем, не таком далеком будущем предстоят. Логично? Логично. Так что, видите, какая вещь-то получается. Нужно прислушиваться к тем, кто действительно верно оценивает, кто не извиняется за какие-то крупные свои прогнозы и не говорит, ой, вы знаете, я вот не разбирался, я теперь понял. А те, кто изначально обладает этим знанием, а то у нас сейчас у экспертов ходят сантехники какие-то там, знаете, копал где-то, еще что-то, и все стали экспертами и блогерами. Не замечали такого? Я замечал. А тут образование получаешь, в парламентах сидишь, политикой занимаешь всю свою жизнь, и к тебе пренебрежительные отношения. Вот как жизнь-то она. Поэтому я не страдаю от того, что ко мне не прислушиваются или подобно мне. Ну, ничего страшного. Жизнь сама все рассудит. Но если бы, так сказать, люди более внимательно относились к таким оценкам людей, компетентных, может и жизнь была в другую, и политика была в другую. В том числе, кстати, в Украине. Я и этого не отрицаю. Ну, Украине просто другая ситуация. Это не европейские политики, которые не вывлечены в войну, им не надо прислушиваться к русне, или наоборот. У них нет этого, может быть, барьера. Украине это сложнее сделать, потому что, ну, понятно, если бы не война, все бы по-другому было бы. Но так есть, как есть.